Музыка Совсем недавно, лет 20 назад, должна у нас была открыться школа, такая школа, христианская школа. У нас была преподавательница, она преподавала математику в железнодорожном техникуме. Она составила полностью программу. И так суждено было, что тогда школа не открылась. И эта учительница, Варвара Кузьминична Приходько, умерла. Она, предполагаю, что она очень усиленно молилась о том, чтобы в Одессе открылась адвентистская школа. Никаких предпосылок к открытию адвентистской школы в 2017 году не наблюдалось. Как всегда, не было денег, не хватало учителей. Тотальное неверие христиан в адвентистскую школу просто не давало возможности открыться этой школе. Христианская школа – это была моя мечта. Даже закрадывалась такая мысль иногда, чтобы поменять место жительства, чтобы только дети ходили в христианскую школу. Вот, и я молилась об этом. И как мы знаем, что ни одна молитва не проходит просто так, Бог решил по-другому. Он решил, что школа будет. Через 20 лет открылась адвентистская школа. Когда открылась адвентистская школа, я увидела, реально, как открылись сердца людей. Пенсионеры приносили свои сбережения и отдавали, чтобы мы покупали детям парты, учебники, чтобы у нас не было ни в чем нужды. Когда мы только перед первым сентября собирались в школу, многие нам говорили, у вас не получится. Потому что вы слишком далеко от школы, вы не сможете ездить. Это нереально. Мы живем в более чем 40 километрах от школы, и нам надо добираться общественным транспортом. И приходится идти пешком до остановки. Однажды мы даже опоздали на электричку, и нам пришлось ждать следующей 5 часов. Я раньше ходила пешком 3 километра до электрички, 3 километра обратно. Теперь Бог сделал так, что дядя Андрей меня возит. Но я благодарна Богу на сегодняшний момент, потому что прошло уже полгода, и мой ребенок с радостью идет в школу. Дорогой Иисус, вам мне, чтобы не только рисовали ангелов, чтобы они у нас жили в сердце. Каждый день добираюсь полтора часа до школы. Приходить в школу, там, где Бог, это не устанешь никогда. Я был в той школе не сильно открытым человеком, так как там был не очень хороший коллектив. Там, без конца все дрались, всем взывались. Я даже не мог нормально говорить о Боге, что я христианин. Меня могли в той школе засмеять то, что если бы я сказала бы христианин. А в этой школе я чувствую себя более свободным. Я могу быть тем, кем я хочу быть. Бог собрал нас сюда, для того, чтобы мы были все вместе, в одной среде, развивались в Боге, и чтобы верили в Него больше и больше с каждым днем. Сейчас, возможно, у нас не все выходит, возможно, у нас нет примещений, которые нужны для детей. Дети молятся каждого ранку, они мрюют про широкие коридоры, они мрюют про великий спорозал. Дорогой Иисус, помоги, чтобы школа у нас расширилась, чтобы у нас здание расширилось. Аминь. Дорогой Небесный Отец, дай, чтобы нам дали землю, чтобы автобус был, чтобы я ехала и кто далеко живет. Аминь. Добрый Иисус, помоги, чтобы у нас было много разных книжек. Дорогой Иисус, помоги, чтобы у нас была читающая собачка. Что вы, дядя, мне не усыпались. Мы хотим открыть библиотеку, и там у нас будет читающая собачка. Берем книжку, и читающая собачка приходит. Она живая, она слушает. Так случилось, что у моего сыночка задержка в развитии, у него проблемы с речью. Искали ту школу, там, где он сможет раскрыться. Мы не являемся адвентистами, но я очень рада, что я попала именно в эту школу, именно в христианскую. Я верю, что очень скоро он сам сможет сказать, Господи, спасибо, что я здесь. Нам бы хотелось, чтобы, конечно, наша школа росла и имела свое здание. Мы мечтаем об этом. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. В христианской школе директором и руководителем является сам Христос. У нас будет великая школа, про которую они мриют. У нас будет чудовий автобус, который они сами смогут размалювать и ездить на нем. Я верю, что все дети будут мриять и учатся в нашей школе. И я верю, что вы можете всему допомогти. Слава Богу за все. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих. Пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко мне, Ибо таковых есть Царство Небесное. И все, чего не попросите, в молитве с верою получите. И все я с вами во все дни до скончания века.